доброе утро ребята как закрыть весь этот бардак камера широкоугольная так я позавтракала у меня тут посылочки куча и зары и мне надо столько дел сейчас приделать время уже один мне надо смонтировать сейчас влог попить чай для начала с вареницем чтобы как-то проснуться сегодня очень плохо спали мы сегодня всю ночь просыпалась и плак но не плакала но так секунду алё ну все давай я уже буду монтировать ну все давай пока не знаю что было и я без это без конца просыпалась в общем время 11 мне надо успеть пол восьмого у нас ужин с немцем ресторане который посоветовал мой бывший пойдем попробуем и мне надо до этого времени успеть смонтировать влог раза посылки разобрать показать вам все это померить отвезти соню в хале вернуться запаковать ее чемодан собраться в конце концов я не знаю я подсчитала что-то очень очень мало по времени хорошо вчера сделала ногти думала ай завтра все сделаю я бы сегодня вообще ничего не успела и так не успеваю поэтому меньше слов больше действий подключусь после монтажа так все смонтировала влог сходила в душик и сейчас я решила сразу уже собраться потом поехать хале чем потом приезжать и вторая собираться вот сейчас давайте откроем посылки зары и я буду сразу мерить будем смотреть что тут у нас первый лот так это с на давайте посмотрим такая вот жилеточка и тут правда в одной футболочке ой классная какая она приятная вот люблю я жилетки ой какая она приятная а то мне та моя она очень удобная но мне поднадоело в которой я в основном сейчас хожу я думала ее заменить потому что мне удобно иногда вот даже ребенка в сад отвезти даже если там прохладно да чем одевать куда куртку вот это вот все в машине тут это вот едешь а так просто сел под попу подогрев включил и нормально тут греет и как бы все вот это мне нравится сейчас кстати там очень актуальная я смотрю там многие ее приобрели но она так классно облегает она ешь на дело и как будто бы она обволакивает так тело она не сильно тяжелая но она как-то так приятно лежит это эска не особо видно разницу надо будет с чем-то какой-то костюм одеть и там посмотреть из курицы ой да по любому я оставлю какой-то из этих это уже начало уже приятное эту кофту надо сейчас со штанами мерить такая кофта тире пиджак посмотрите во первых у нее тут плечики ой чё она такая немножко колючая это у нас это у нас 90 процентов шерсть это супер это супер это конечно вот шерстяные вещи я люблю чуть-чуть колется но это не на голое тело наверх и это такая кофта виде пиджака видите и она вот тут приталенная мне очень цвет классный очень интересно померить ее с джинсами сейчас посмотрим так сапожки кожаные вот такие вот ой какие громоздкие ну кстати прикольные мне нравится на шнуровке но чтобы обязательно был еще замок сейчас померю прикольные надо померить это сейчас я следующее распакую и с джинсами и штанами будем мерить это все один заказ но прислали мне в трех коробках его видимо нет таких больших коробок делаю все в темпе потому что время поджимаем в принципе если я сейчас все соберу и сразу поеду не надо будет может быть до нормально кстати я его заказала потом прихожу в сад и там одна мама пришла в этом кардигане ух ты материал такой жаккард посмотрите какие оттенки такие прям осенние да что-то бордовое темно-синее бежевое ух ты ой хорошенький как будто я плед на себя надела мне нравится люблю тоже уютные кардиганчики ой сюда можно еще классный вот такой какой-нибудь ремень бордовый повязать будет тоже прикольно что-то за размер так он огромный нет надо я думаю это надо с прям очень большой я думаю надо сочку взять попробовать мне нравится классники такой уютный очень приятный да кардиганчик тоже супер вот с этими сапогами ну-ка давайте сейчас я ты сапоги неудобные сапоги классно смотрятся но они неудобные вот тут где пятка жестко очень жестко здесь сделали такой твердый на пяточник и нет сапоги точно нет ну так кардиганчик вообще шикарный мне очень большой я хочу перезаказать размер с как такой даже пальто тире кардиган потому что материал такой так дальше пойдет очень много кофт поэтому давайте наденем штаны у меня как раз все посылочка здесь я заказала штаны хочу какие-то выбрать мне нужны просто черные все белые заказала посмотреть черные три пара одинаковых чёрных на плане что это все скинье да и не вчера только с подружкой разговаривала тоже она говорит блин а чё ты носишь говорит я сама не знаю она говорит вот скинье одеваю так мне нравится но так чувствуешь себя не актуально прям вот понятно не обязательно там жить только по моде какие-то модные блогеры ну или вообще она вообще не блоги просто что когда это что-то какая-то вещь которая прямо дико не актуально то неуютно себя чувствуешь я не могу не знаю у меня похоже есть только размер не тот а этот тот просто такие черные немножко которые знаете не блестят но такой вот странный материал матовый он сели нормально нормально сели потому что мой размер аппетит нет топ-шоп петит да так вот такой простой черный свитерок кстати очень приятный чисто такой базовый но еще то какой то так если встать посмотрите странный умный или нет очень приятный к телу как-то вообще кашемировая но нет это наверняка полистер шерсть стопроцентная ничего себе думала вот этот полистер научились делать сто процентов шерсть а ну тогда тогда вообще кого-то конечно же мне нравится мне как он сделан как-то рукава странно но он мягенько мягенько будет кашемир стопроцентная 6 это значит вот даже лучше одеть вот такой тонюсенький шерстяной чем толстенный полистеровый свитер в нем просто будете потеть и мерзнуть а в этом этот вас будет греть конечно же иногда не любит написать шерсть кашемир там потом открываешь смотришь два процента или 10 остальной полистер ну уж супер маркетинг работает блин не знаю как там странно сидит подумаю ужас идея классная посмотрите какой из кусков на но но мне он ужасно сидит этот свитер я просто бочка такая нет однозначно не ну что это такое это кстати 60 процентов шерсти и тоже мягкий не колется какой-то мега длинный как платье прям ну что это такое и он такой видите немножечко прозрачный вот сделали бы нормальную длину нормально вот такой бы сделали супер было бы супер был бы свитерок да вот такой вот длины ну это вообще что это ой ребятушки пишет ждет сегодняшнего вечера ну жди я вот готовлюсь блестющее приблестющее она кстати тут двойная не знаю ребят так сеточка внизу выглядывает прикольно смотрится или вот здесь на рукавах прикольно ну вот не знаю а с чем ее носить с чем ее носить просто вот так вот с джинсиками ну интересная интересная можно сверху пиджак накинуть ну почему так много ну почему не делать вот я не знаю у меня вечно проблемы с кофтами я не знаю один два свитерка найду прикольные а остальное все какое-то не знаю как там все странно смотрится ну что это такое материал кстати как мои костюм как мой костюм вот этот вот светлый да штаны с этим со свитером со свитерком материал приятный блин ну ни о чем ни туда ни сюда как-то даже как базовая кофта как-то смотрится она неинтересно так вот этот прикольненький такой кардиганчик опять мне знаете что не нравится вот когда вот здесь вот этот шов торчит переход от самой от главной части к рукаву к рукаву когда торчит вот видите этот треугольник вот этот это меня у дико раздражается это все равно вроде так не торчит классный принт да такие приятные осенние оттеночки тоже бежево-коричневое нравится хм вот этот кстати ничего такой да ребят вот этот неплохой ну-ка у меня тут еще где-то свитерок эй не свитерок а это шарфик вот такой вот большой шарф оттенок да симпатичный ну я уже нашла прикольные шарфики где по-моему в массимо мне понравились массимо дути поэтому я туда хотела я так и не успела вчера туда заехать я почему-то была уверена что на гудами есть массимо но нет там надо ехать все в мито в другой район шарфик симпатичный но массимо мне что больше понравились вот это да вот это мне нравится это наверное я ставлю симпатичные так вот такой вот кардиганчик смотрите блестящий как будто бы насыпали звезд да симпатичные можно вниз что-то какую-то базовую кофточку сверху его да и вы тоже подумаю интересные о с кармашками еще так переодела штаны на светлые на белые те померила белые тоже 30 как и это ну там они такие широкие я вообще не поняла мне кажется они что-то перепутали штаны неплохо сели и вот такую кофту надела ну тоже что почему такая длинная почему мне понравился принт сзади что там у нас какая-то сова вот не знаю может ее оставить дома носить я люблю такие кофточки так то она прикольная ну вот просто длинноватый очень нравится принт сзади ну это да вообще какой-то не зимний лук наоборот такая весна лето даже алё 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 случайно походу о этот подорожий почему потому что потому что стопроцентная шерсть тот был полиэстер стопроцентный шерсть конечно ой ну вот подлиннее можно бы сделать но ух ты классный он такой форму держит вот ты его уложил как-то и держит просто подлиннее хотелось хотя ты морячка я моряк ты рыбачка я рыбак ты на суше я на море не встретиться никак так окей это тоже в стопочку на подумать а вот еще шерсть смотрите вот это тоже классный такой вот у этого прикольная структура мне нравится смотрите люблю такие ой такой широкий ещё мочусь смотрите какой широкий ну ничего такое подумаем тоже класс сюда наверное что то надо надеть ну не наверное сто процентов потому что во первых на голое тело а чё ты чё маленький мне может быть посмотрите как оттягивает пуговицу зачем так делать так я думаю пуговицу если что можно перешить не проблема это из-за того что видите он из-за того что материал из-за этого оттягивает да потом когда ходишь вот так очень мне кажется оригинальненько мне нравятся плечики мне нравится цвет и мне нравится что это не пиджак что это кофта и вроде как и пиджак да что я в камеру смотрю мне вообще не нравится смотрю в зеркало и очень нравится да привет чё съела всё я тут меряю не так ну и вроде бы всё а давайте вау нравится такая же жилеточка ой какая классная я думаю что жилеточку эксцесс надо оставить я сейчас в ней поеду к родителям блин вот тут меня единственное смущает что она вот так оттягивает видите что с этим сделать кто комарик а вот так надо чесать да хорошо еще раз сочку нет эксцесс вполне хватит не сильно видна разница или ха 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 так ну и всё и две пары чёрных штанов я думаю это вам уже не интересно просто какие-то сейчас выберу из этих из этих трёх время два я сказала всем самое позднее выехать в три но это в том случае если я всё соберу сразу с собой мне сейчас давайте поторопимся так стоп ещё не всё ещё пару вещичек для сон надо выбрать шапочку вот такая с бомбоном нашу потеряли вот так ой это неприятное такой самый самый мы не любим материал это не просто полистер а вот такой который толстый и вот такой тянучий просто терпеть не могу сразу нет так вот такая беленькая с кремовая перчаточки перчатки были почему-то либо такие либо чёрные да почему бы не сделать тоже вот такого вот оттенка розового или там это я взяла с трёх до шести лет окей и вот такая посмотрите просто прикольная такая с ушками и вот так застёгивается о и тапочки ааа просто огроменные что это такое они просто огромные ну это прикольные но не тот размер это 24-25 нет надо взять 22-23 какие тапочки тоже нет давайте шапочку померешь Сонечка доча иди сюда Что там trabalho 짜ж не нравится всех мышку нравишься не сейчас сейчас я хочу вот эту убрать что было видно Подожди, я хочу волосы убрать Нет, смотри, вот так Вот эту сюда Иди ко мне, Миша Разорите на этого Мишу Класс, нравится? Да Оставляем? Так, давай еще померим вот эту Посмотрим, какая лучше Ой Не Да, скучно, Вастенька Не, вот это чуть не очень И вот это еще с бомбончиком Это да, да, наверное Вот ту и эту оставим, да? Ой, как хорошо тебе, Сонь Да Да? Ну-ка, давай покажем Сонь, смотри, мы с тобой обе в жилетках А ну-ка, дай эту маму оденет Это мой Это твой, да Оставляем? Бери, на Все? Две сразу? Нет, давай эту Вот эту оставим точно Что, эту оставляем или она тебе большая немножечко? Нет Посмотри, как тебе классно Через бай-бай Через бай-бай Это, да? Хорошо О И еще это Это тоже А, еще, смотри, что Смотри, еще что Иди ко мне Вот так? Да, вот эту ручку Давай вот эту другую Иди сюда А, вот, я сама Да, молодец Синяя рука на меня И там Получилось? И там А? Нравится? Кохи-кохи Ка-ка-ка Стоп Та-та-та Кохи-кохи Ка-ка-ка Синяю руку Та-та-та Класс Нравится? Да, посмотри Сушками прикольная Но что-то она большевата Уши открыты Так, все, я собралась Давайте Ответим на Сегодняшний И вчерашний вопрос Я вчера забыла Итак, вопрос на 9 ноября Помним, что вы можете Отвечать в комментариях Какой день Вам хотелось бы Прожить заново? Ммм Это интересно Так, вот в третий год Надо подумать Наверняка сейчас Большинство Напишет Растение Ребенка Ну, кстати Да, может быть Этот бы тоже Но это как-то банально Да Банально Давайте Что-нибудь Другое Придумаем Хотя Я бы, наверное Хотела бы пережить Я сейчас вспоминаю Вот это чувство Когда оно только Издает первый крик И я вижу Наконец-таки Своего ребенка Который 9 месяцев Был в животе Это Неописуемые чувства Это реальные Неописуемые чувства Да Его Банально так банально И на 10 ноября Идеальный уикенд Это Идеальные выходные Да Идеальные выходные Это Уехать из города Куда-то за город Но если это Вот сейчас Это ноябрь Да, у нас Тогда Куда-нибудь Такой Романтический выходной Либо в какой-нибудь Город Здесь в Европе Улететь Или уехать Либо Куда-нибудь В отель Романтический отель Для двоих Где вы просто Наслаждаетесь Обществом Друг друга Посещаете Массажи Какие-нибудь Процедуры Гуляете Да Это идеальный Уикенд Все Остальное Завтра Видите Я уже накрасилась Потому что я уже Не успею потом Заехать домой Что-то надеть Я буду В этой кофте И в белых штатах Которые я сейчас Оставила Сейчас я надела Уги Потом переодену Тоже в коричневый Просто ботинки В угах Удобнее мне ехать Вот И сверху Жилетку Которую Сейчас оставила Изары И все Как-то так Так Что еще Что еще Ну все Да Можем выезжать Время Пол четвертого Ну допустим В пять я буду там Начало шестого Мне главное Не позже шести Выехать обратно Да Нормально Вроде бы все Успеваем Поехали Итак Мы с вами Партнер лук В жилеточках Едем Угу Угу Партнер лук Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты рада? Тихо Тихо Субтитры сделал DimaTorzok Тихо 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 Кто это? Это Тихо Тихо Ой, как красиво! Дай поцелуй! Привет! Привет! Иди где-то! Она хочет, она хорошая Привет! Ой, кто это Соня? Может, ты зайдешь домой? Убки, самобеги! Носик, носик! Ой! Ну, заходи, заходи! Очень хотела показать, очень хотела показать вам фрюшка! 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 Все, отдала ребенка, вернулась в Берлин Вот пришли в это новое местечко, которое я еще не слышала, очень симпатично выглядит! Фрюшка! Очень вкусно! Очень вкусно! Фрюшка! 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 О, боже, какой острый! Фрюшка! Это уточка у нас завернутая! Фрюшка! 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 Фрюк! Фрюшка! Фрюша! Фрюшка! А куда ты полезла? Супер Софи, зрители должны сидеть. Соня, а у тебя там тоска есть? Ты рисуешь? Ой, ты к нам пришла? Мне понравилась ресторанчик, мне понравилась атмосфера там. Как-то аутентично все это выглядело. И довольно-таки большая карта. В китайских ресторанах обычно какие-то карты огромные. Ты листаешь, листаешь, листаешь. В этот раз все заказал дом. Он говорит, я люблю, кстати. Он говорит, что ты хочешь? Я говорю, ну вот что-то с уткой, что-то со свинюшкой. Хочу вот острых акуртиков попробовать. Он говорит, окей, давай я закажу. Я такая, ну давай. Убрала карту. Мне на самом деле тяжело отдать контроль, хотя я никогда не считала себя каким-то фриком контролирующим. Но, видимо, что-то такое во мне есть. Вот знаете, в тех темах, где я думаю, что я разбираюсь, мне трудно не проконтролировать. Вот то есть, если, например, ну я не знаю, вот сейчас там что-то касается налогов или что-то в этой теме, я вообще ничего не понимаю. Я в этом что-то спрошу, мне ответит или напишет, и мне даже нету ни желания, ни порыва что-то проконтролировать. Вот точно ли так? Я думаю, с закрытыми глазами доверяю, все начать так, как он сказал. Или, например, ну, какой еще пример провести? Ну, например, раз тебя кто-то, не обязательно нужно быть мужчином, подругой, неважно, да, вот, например, был этот человек в этой стране, точно знает, куда надо идти, что смотреть, и у меня тоже не возникнет порыва самой что-то найти, куда идти. Я полностью отдамся этому человеку. Ну, пусть ведет, куда знает, показывает, что знает. Но если же я, например, точно знаю, вот как в ресторане, что я ем, что я не ем, что я хочу, что я не хочу, или это какая-то страна, в которой мы оба-обе не были, или я знаю, что этот человек не сможет выбрать так, как выберу я, да, или что-то решить, то в таких случаях я перенимаю инициативу, и мне трудно положиться на кого-то, потому что обычно какой-нибудь косяк всплывет, я буду думать, боже, почему я сама это не проконтролировала. И вот такая мелочь, как заказать еду в ресторане, он говорит, я, кстати, люблю вот так брать и заказывать все для всех, да. Я так сижу, ну, ладно, закажи. Сама сижу, говорю, ты утку заказала? Ты свинину заказала? Он говорит, расслабься, расслабься. Я все заказала. И я говорю, если честно, я говорю, мне прям тяжело это сделать, вот так сидеть и ждать, пока ты что-то за меня выберешь. Действительно, я не знаю, у кого так же, пишите в комментариях, сколько у нас таких фриков. Но мне, в принципе, все понравилось, что он заказал, и вкусно поели, переели. И да, все. На этом я буду заканчивать этот влог. Мы увидимся завтра. Завтра я иду знакомиться с вашими друзьями. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин